Итак, информация для участников школы. Смотрите, ребят, мы досконально изучили функции. В функциях мы изучили параметры, до этого изучали. Сейчас, секундочку. Итак, иными словами, изучали параметры и вывод. Но изучали все тонкости. Получилось, если не ошибаюсь, у нас функции тотально много. Где-то 7,5 часов уроков. Обращаю ваше внимание. Ребят, я вот пишу, возможно, кто-то пропускает. Обратите внимание, это видео будет добавлено. И к этому надо относиться серьезно. Вот это видео я добавлю. 250 строков в день, это минимальная вещь. Ваша задача какая? То есть, я разъяснил, раскопал от и до. Ваша задача прописать. Но прописать столько раз и так осознанно, чтобы оно отложилось в голове. То есть, чтобы вы, выйдя из-за компьютера и идя в магазин, могли четко в голове себе перечислить, какие бывают параметры, как они вызываются. Если они вызываются неправильно, какие получаются ошибки, а правильные исключения. И так, и так, и так. С этим договорились. То есть, сейчас смысл школы такой, что профессионально изучаем сразу. Я объяснял, но все-таки повторюсь. Смотрите, дальше пойдет немножко более разнообразный и сложный материал. Мы будем, опять же, подробно изучать написание тел функций. А это нам надо инструкции if, else. И дальше пойдут конструкции. То есть, все будет наворачиваться. И что нам делать в функциях, а я наблюдаю последнее время, не последнее время, а просто я начал обращать на это внимание. Раньше не обращал. А я наблюдаю так. Вот смотрите. Сейчас еще раз все-таки это покажу. То есть, таких ошибок, как, вот мы понимаем, что name это позиционные аргументы, его надо обязательно вызывать. Это видео для ребят школы, тех, кто в первый раз видел, я в конце дам скажу информацию. Пока просто соображайте, смысл общий понятен. Так вот, мы понимаем, что если мы не вызовем, то, то есть, давайте закомментируем. Сейчас поймете, к чему я пишу это видео. И не вызовем. То есть, мы уже, так как прошли хорошо, да, вы, то четко понимаете, сейчас будет сообщение, что отсутствует один обязательный аргумент, да, все правильно. То есть, вот это вы должны четко понимать. И еще раз повторяю, таких вот исключений, когда человек начинает писать уже на Джанго, секунду. Вот таких, да, где куча ошибок, смотрим, у вас не должно быть. Это называется тогда, просто вы проскочили функции. Тогда вопрос. Ребят, смотрите, чтобы вы серьезно оттеслись. А чем мы будем с вами размышлять тогда? Вот как размышлять, да? Вот пишут люди, что делать, у меня такая ошибка. Что делать, функции изучать. Вот это единственный выход. Больше ничего нет. Здесь ничего не надо делать больше. Функции изучать. Ну, у меня получилось 7 часов. То, что затрачено там несколько страниц. Ну, 7 часов один раз и на всю жизнь, ребята. И для любых языков. Вы увидите потом котлин, проще. Все, везде параметры, везде аргументы, только по-разному записывается. Так вот. Сейчас поймете, сейчас поймете, к чему я отпишу это видео. Я вообще хочу форматирование строк сейчас затронуть. Почему я сказал, что мы сейчас немножко поменяем план. Вот. Просто я вот на этом моменте хотел остановиться. Смотрите. Нам надо будет писать логику, чем же мы размышляем. Конечно же, мы размышляем параметрами. И это должно считываться моментально. Не так, что сидеть и даже секунду думать, да, там, а что это. Нет, это уже плохо. Здесь есть отлично и неуд. Функции, запомните, это ваша рабочая лошадка. Весь код вы будете в трех языках, питом, котлин, жиси, писать на функциях. Функции, в классах вы будете писать методы, там, это те же функции. Единственное отличие, там есть первый аргумент. Дальше рассмотрим, да. Ну, не здесь дальше, а потом дальше. Обязательный. Так вот, как только выпало правильное моментальное считывание параметров и вызова, вы начинаете задумываться, над чем мы тогда можем думать. Вот вы мне объясните. Не над чем. Нам просто надо тупо это изучить. Хорошо, извините, видео я по-другому поводу собирался писать. Сейчас сначала, так как язык я довольно хорошо исполсовал уже за столько лет, мой замысел сначала был такой. То есть мы изучаем параметры и вызов функции Python, потом изучаем то же самое котлин и джиси. То есть это совершенно легко читается. Вы поймете, что после проработки трех языков, что вы можете, в принципе, уже писать функции на любом языке. Вам достаточно нескольких секунд, чтобы разобраться, как они записываются. Но это чуть позже мы сделаем. А сейчас мы займемся серией уроков форматирования строк. Вы знаете, я за эти годы увидел, что это выпадает. Почему выпадает? Потому что, по сути дела, форматирование строк, сейчас я поясню, что это такое, оно расположено, понятно, в строках. Мы с вами начали изучать язык с функцией, потому что функция это и есть конструкция основная. И уже касались типов данных. Но подробное изучение мы приступим чуть позже. Потому что тогда мы будем писать это все как функции, чтобы постоянно уже писать кот сейчас, а не потом. Ага. Ну вот. Я брал сайта. То есть, и, по сути дела, когда новичок изучает язык, то это выпадает. Потому что строки у него отдельно, функции отдельно, и вот это выпадает. Потом он приходит к джангу тому же. Сейчас рассмотрим пример. Я покажу пример применения. Логически поймете. И начинает скрупулезно разбираться. Вот. И поэтому я немножко решил изменить план прохождения языка. Мы сделаем по-другому. Сейчас мы... Да, давайте сначала я покажу, зачем это нужно. Итак, форматирование строк придумали для того, чтобы... Это здесь лучше показать на примере. Для того, чтобы в самом... В самой строке, то есть строка в Python, это одинарные двойные кавычки, указать, что здесь будет переменная. Вот, допустим, в данном коде это указывает знак процентов и буквочка S. После этого идут знак процентов и указывается сама переменная, в данном случае name, и выводятся данные. То есть в самой строке мы можем к самой строке привязать переменную, да? Хотя мы могли написать совершенно по-другому, что разделить это, да? Там просто написать строку, а потом написать переменную. Так зачем тогда это все делается? А вот теперь смотрите. Хороший пример как раз. Это, по-моему... Это Django. Если бы мы применяли метод CTR, иными словами, в админке без CTR выводится обжиг там 1, обжиг 2, нечитаемо. А когда мы применяем объект CTR, да, строк, то, в принципе, мы ему можем присвоить там название, и название, то есть статьи, да? И она будет уже вместо объекта выводить название, то есть это человекочитаемое. Но это только выводит. А вот тут вмешивается форматирование строк. Обратите внимание, логика будет точно понятна. Это всего метода 4, почему я говорю, что надо изучить. Это метод формат, да, обычный Python. Но при этом мы, ну, во-первых, будем изучать классы, то есть это класс коммент, а мы видим опять нам нужны функции, только здесь это называется метод с обязательным аргументом self. Это отличие функций от методов классов. Все остальная логика работает как в функциях. Так вот, поле автор и поле сниппет. И в данном случае ребята используют метод форматирования строк для того, чтобы привязать, что конкретно. То есть смотрите, к полю автор привязывают, значит, текст, то есть сам комментарий, и к полю сниппет привязывают сниппет. И в данном случае чем это удобно? Что эти же поля сразу можно использовать в админке. Вот они используются, лис дисплей, иными словами, когда в админке мы видим запись, и мы указываем, что показывать. Ну, допустим, там e-mail пользователя, название пользователя. То есть поняли. Вот, вот пример применения их тысячи примеров. То есть иными словами это применяется. Применяется, да, то есть поняли зачем. По сути дела, так, а почему я серьезно так отношусь? Вот тот пример, который я показал, он очень неудачный, да. Вот это старый метод. На самом деле, даже многие не знают, что их есть четыре типа, то есть четыре способа форматирования строк. Вот этот мы изучим только... Я даже специально не буду, чтобы вы его сильно изучали. Это старый метод. Но он еще где-то применяется. Он очень неудобный. Почему? Потому что вот тут проценты, в другом случае, буквочка M. В общем, иными словами, надо всегда смотреть справку, только часто использование запоминается. В общем, довольно неудобная вещь. Чуть позже придумали уже более удобную вещь, метод формат, который мы, в принципе, сейчас видели, который тоже используется очень сильно, имеет более широкие свойства, но мы с ним разберемся, будете применять, но силы, коровьи силы у него тоже такой нет особенной, по сравнению, если брать. А вот потом начинаются чудеса. С Python 3.6 придумали F-строки. Вот это действительно простота, чудеса. Вот это мы изучим более подробно. По сути дела, чем оно отличается от предыдущих? Если ранее, по сути дела, мы могли только вывести, то теперь мы можем еще в строках совершать некие действия. Например, там, складывать, добавлять методы, добавить к строке, там, чего-нибудь. То есть, началась действительно серьезнейшая вещь. И четвертый метод – это шаблоны. Они менее применяются, это очень-очень мощная штука, но почему-то они, знаете, ну, не знаю, мало как-то применяются. Вы, как программист, должны убедить себя, именно должны убедить себя, что вы все четыре способа должны знать хорошо. Есть ли старый способ знать, хотя бы для того, чтобы там сложно, здесь сложно вообще ничего нет в строках, да? По крайней мере, знать справка, когда понадобится, ну, есть старый код, но надо разобраться там, посмотреть, да? Знать, где справка, когда вы понимаете, как это работает, то там пару минут посмотреть – это все. А изучим, конечно, мы серьезные в строке, они вам понравятся. С этим разобрались. Так вот, поэтому я решил внести изменения, то есть задумка моя дальше рассмотреть параметры и аргументы Kotlin GC, она сохраняется. Но это двигается на один шаг, я переписал план немножко. Сейчас мы изучим форматирование строк, тогда у нас станет все на места, и тогда у нас не будет каких-то больших глаз, когда вдруг мы вроде работали с функцией и видим там некие похожие, вроде как фигурную скобку словаря, но это не словарь, и начинаем потом уже разбираться и выхватываем куски, да, только. И это становится вечной проблемой, да, вечной проблемой, потому что то в большинстве своем человек не задумывается просто взять и за день-два изучить четыре метода форматирования строк и применять в удовольствие их всю жизнь, легко считывать, а вот так вот кусками, то там, то там, это не дело, это не будет работать. Эти ошибки я вижу много-много лет, поэтому давайте исправлять сразу. Это понятно. А потом все-таки я решил, вот что мы сделаем. Мы более подробно познакомимся с типом данных строка, потому что тут надо очень хорошо вдолбить, вдолбить, что строка это не слово, понимаете? Я сам когда-то давал курс и мне пришло в голову приводить это, примеры только со словами, это было очень неправильно. Тогда ассоциация создается, что в принципе строка это вот слово. Ах, хрен там. Это неправильно. Просто как... А вот смотрите. Вот это что? Вот это строка. Да? Но, а e-mail какой-то адрес. А вот это что? Сейчас, секунду. Ой. А вот это что? Ой. Вот это вот внизу что? Это, вы скажете, черт знает что, но это не какое-то слово. Но ведь это строка. А вот этого что? Скажите, это может быть, допустим, проверочным ключом для браузера там какой-то статьи? Да, может. Но ведь это передается как строка. Значит, надо один раз на всю жизнь для себя уяснить, что строки в любых языках это не слова. это набор символов. Вот сейчас мы пишем слово Валера. Но для нас, для программиста, да, это слово. Но мы для себя воспринимаем в данном случае это слово, но есть это слово как для человека. Но если посмотреть со стороны языка, со стороны языка, да, то как тип данных это набор символов. Просто они в данный момент имеют смысл. Потому что только часть языка, то есть совершенно верно существуют уникальные библиотеки работы там с языковыми вещами. но это просто направление. Ведь вы поняли, что строки используются везде, да, могут использоваться. Допустим, записываться в них настройки, и там могут быть совершенно какие-то разные слова. поэтому поэтому я вас прошу раз навсегда для себя определить, что допустим так, ну, это будем строки разговаривать, там и разберемся. Так, поняли, да? То есть про форматирование. И вот форматирование должно тоже отскакивать. то есть какой уровень я вам рекомендую. Пройти форматирование до уровня логически понимать все. А дальше открываем справку и где-то посмотреть можно, да? То есть это все нормально. В данном случае это важно. Если с аргументами с параметрами и аргументами, то есть то, что параметры это то, что у нас функции, да? А аргументы это то, что передается функции. Иными словами, сказать параметр name принимает аргумент к этим. Ну, мы сейчас не обучение занимаемся, а разъяснением. Если с параметрами и аргументами это не должно быть, то есть здесь должно быть четкое понимание 250-500 строк кода в день. Посмотрите видео, там ничего сложного нет. Это не такие страшные цифры. Так, все, да? То есть поняли, как мы немножко повернем. А вот, чтобы для участников школы было понятно, раздел разработка, вот как раз таки в нем мы начнем глубоко изучать тело функций, да, то есть в первую очередь это инструкция, потом пойдет углубленное ООП, можно будет делать параллельно, но в принципе почему человек не может разрабатывать. По одной простой причине, что у него практически нет ассоциаций. Вот я приведу, привожу всегда такой пример, сейчас поймете, тут можно почитать раздели, да, но я еще поясню, может кто-то это с этого видео начал первый раз смотреть. Вот есть миксинг, да, в большинстве своем программисты работают с языком там 2-3 года, очень смутно допустим, что это представляет, хотя сейчас пару секунд, это отвлечение, это немножко забегание вперед. Иными словами называют совершенно по-разному, миксинг, примесь, иными словами это дополнительный код со свойствами, ну, если проще сказать, дополнительные команды классом, если вообще просто. Иными словами, мы написали 20 классов, и чтобы в 20 классах, допустим, не переписывать, что действие этого класса относится к конкретному пользователю, мы пишем один миксинг, так и называемый, да, обычно. И это опять код джанга, неважно его сейчас понимать, то есть, вот сейчас про супер скажу, метод кересет, то есть выборка с базы, и выбрать по пользователю, то есть, берется, берем там, если взять в данном случае, то здесь будет овнер, то есть, вот ссылка на пользователя, ссылается на пользователя, где я там делал, и выбирается пользователь, и теперь только сам овнер миксинг мы вставляем в каждый класс, так как Python поддерживает множество наследований, и написав один код, добавив всего лишь в параметры этот миксинг, все классы будут делать то, что надо, а можно миксинг вообще добавить в основной класс, да, допустим, то есть, но дело не в этом, дело в том, надо мало знать вот что, ну, то есть, вот только общую картину, надо знать, что это такое, надо знать, с чем он работает, он работает с множественным наследованием, надо знать, создать ассоциации, что он делает, надо написать код, они по-разному пишутся, тогда у нас появляется свобода, понимаете, в том-то, в том же джанге, мы можем джанга написать представление на обычных функциях, можем написать на классах, можем написать при помощи миксинов, можем написать при помощи декораторов, ага, а тут бас, и начинаем плавать, почему, потому что зачастую смотришь, тот же декоратор, как понаписывают математики, что, не знаю, там, не буду чертыхаться, ногу кто хочет там сломает, а скажешь, привести пример, все, поплыли, вот ты находишься дома, у тебя чайник есть, да, есть, а кофе пьешь, ну, чай, кофе там, да, пью, так это к кодам, если описать, что, вот, тот же чайник, тот же, та же вода, та же плита, та же кружка, только смени чай на кофе, вот это тебе и декоратор, та же функция, то, что ты делаешь, только меняется чай на кофе, но это можно сделать при помощи миксера, да, можно, смотрите, когда мы начинаем понимать, то у нас появляется выбор, и мы начинаем чем-то соображать, так вот, чтобы появилось вот это чем-то соображать, это надо довольно подробно изучить, вот это и будет у нас отдел разработка, ну, не буду забивать вперед, это просто я дал информацию для тех, кто, все, основная цель видео было, это просто рассказать вам, что сейчас, так как я это вставлю в путеводитель, сейчас ваша задача заострить свое внимание на форматировании строк, да, и, как мы договорились, делайте много строк кода, но ваша задача запоминать, тут допустим, ну, глупо запоминать все эти значки, да, поэтому разобраться на уровень понимания со справкой, что будет логично, ну, а в новых методах там оно будет вообще красота, там вообще по сути дела просто сделали, все, ребят, спасибо, spb-tut.ru Школа программирования